Вот на этом вот фрезере. Рассчитывайте на то, как-то приподнять цену надо, наверно. Всем привет! На сегодня мы будем ошлифовывать вот этот узор. Покажу полный цикл его ошлифовки от начала и до конца. А в следующей серии приступаем. Сейчас будем обшлифовывать вот такой вот вензель. Вот, видно, что вот эти вот все такие неровности. Сюда не подлезьте к ним никак. Видно, что все это неровно и некрасиво. Сейчас будем его шлифовать. Шлифовать будем нашим новым фрезером, который мы сделали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Плохо видно, но они теперь нормально. Вот такой вот получился узорчик, вырезан был плазморезом и обшлифован. Вот на этом вот фрезере с этой приспособой. Вот таким способом я шлифую вот такие вот детали. Но мой совет, когда вы заказчику что-то вот этого, старайтесь меньше всяких вот таких вот загибуляк. Мелких вот этих вот, вот таких вот мелких, поменьше предлагать, чтобы потом не было заморочек лишних. А если предлагаете такое, то естественно рассчитывайте на то, как-то приподнять цену надо, наверное, или как, ну тут уже. Только хочет, короче. Думаю, что в этом видео более чем, более чем понятно, показал один из способов использования данного станочка. Просто некоторые мне писали, что не совсем понятен был, для чего я сделал этот станок. Ну хотя там был смысл в том, чтобы показать, что я сделал. В следующем видео обязательно покажу полное изготовление виноградной лозы, а также второе использование данного станка. В чем я его еще использую. На данный момент я этот станок использую в трех действиях. Что я, как он мне пригождается. Но есть планы, кое-что еще поменять, кое-что еще поменять. Для того, чтобы использовать его еще более расширенно, более расширенно использовать данное приспособление. Так что следите за моим видео. Всем пока-пока.